Всем привет, друзья! Из этого видео вы узнаете, какие новые фишки появились на One UI.6 с приходом 14-го андроида. А их тут, скажу забегая вперед, довольно-таки много, особенно если сравнивать с предыдущими версиями One UI. И кстати, это только первая часть из двух видео, так что не забывайте подписываться и прожать колокольчик, чтобы не пропустить и вторую часть. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! Ну вот, наконец-то и дождались. One UI.6 уже прилетела ко мне несколько дней назад. У меня регион Вьетнам. И начнем мы, наверное, со шторки. Ну, с самого начала. И можно заметить, что все разложено по полочкам, можно сказать, по отдельным плиточкам. Также можно заметить, что в правом верхнем углу убрали значок лупы. И вот в самом верху, в отдельных плитках у нас находятся Wi-Fi и Bluetooth. А под ними, в самой большой плитке, находятся ярлыки управления. Под ярлыками в отдельной плитке находится меню управления сим-картами. Ну а под ним находится настройка яркости, комфорт для глаз и управление ночным режимом. Это все объединено вместе. А уже в самом низу находятся две плитки с приложением SmartFave для трансляции экрана, смартфон и телевизор и управлением умным домом. Если зайти в меню Wi-Fi, то там мы увидим тоже визуальные изменения. Также внешне изменилось и меню Bluetooth. Выглядит все более стильно и аккуратно по сравнению со старой версией. В верхнем правом углу шторки, нажав на карандаш, мы зайдем в меню настроек. И тут мы можем редактировать верхний ряд кнопок, который состоит из шести ярлыков. Также можем удалять ярлыки, добавлять или менять местами. Настроить тут также можно и главную панель инструментов, или убрав ярлыки, или переместив их туда, куда вам более удобно. Если вы не хотите читать уведомления, или если вы хотите, чтобы шторка открывалась по одному движению, то активировав вот эту настройку, вы можете сделать так, чтобы проведя от верхнего правого угла, ваш шторк открывалась одним движением. Также помимо вышеперечисленных настройок, тут также можно настраивать управление яркостью, кнопки управления устройством и выводом медиаданных и данными о сим-картах. Появился также новый пункт «Связаться с нами». Зайдя в него, вы можете осуществить следующие действия. Задать вопросы представителю компании Samsung, получить справку в сообществе, начать текстовый чат и продиагностировать свой смартфон. Здесь вы также можете получить советы, как лучше использовать функции вашего смартфона, и узнать последние новости компании. Особых изменений во внешнем виде иконок я не заметил, все примерно то же самое, что и было. Хотя минимальные изменения в иконках все-таки есть, это подписи под самими иконками. Теперь с фирменных приложений убрали приставки Galaxy и Samsung. Это можно увидеть на примере трех приложений – Wallet, Store и музыка. Также переработали внешний вид приложений обслуживания устройства. И снова мы увидим, что тут добавили пункт «Производительность». И зайдя в него, мы увидим, что он состоит из двух параметров – «Стандарт» и «Низкое». Кстати, информация для геймеров – эти настройки не применяются к играм. Параметры в играх вы можете изменить с помощью приложения GameBooster. И кое-что из нового. В автооптимизацию добавили еще один пункт. Точнее не добавили, а вернули. Теперь у нас кроме пункта «Перезапуск при необходимости» появился перезапуск по расписанию, здесь можно гибко настроить. Время и день перезагрузки так, как вам удобно. Выставив нужное вам время или день, или даже несколько дней для перезагрузки. И что особенно меня, как блогера, радует, это то, что появилось новое приложение от Samsung. Это «Студия». Кстати, у этого приложения довольно-таки широкий функционал. Я знаю, что говорю, потому что я монтирую иногда на телефоне. Тут можно, добавив несколько фото или видео, создать неплохой такой фильм с семейного праздника или отпуска. Благодаря своему довольно широкому функционалу и довольно гибкой системе настроек, эта программа позволяет вам сделать довольно качественный ролик. С добавлением звуковых эффектов, аудиодорожек, встроенных в эту программу. Здесь также можно резать само видео, как вам нужно. Кроме видео, фото и звуковых файлов, здесь также можно добавить и текст. Кроме всего вышеперечисленного, здесь также можно добавить смайлики, картинки и многое-многое другое. В общем, функционал тут реально широкий. Да, и кроме встроенных аудиодорожек, здесь также можно добавить и свои аудиофайлы. Внешние изменения также произошли и в меню настроек. Изменился цвет ярлыков. Также пункт «Доступ к фото с любого места» стал называться «Автоподключение к точке доступа». И еще из нового. У нас в настройках появился новый пункт. Это батарея. И зайдя в него, мы увидим, что внешне его очень сильно переработали. Вверху есть информация о том, сколько смартфон может проработать, и о проценте заряда аккумулятора. В подпункте «Сегодня» можно посмотреть уровень последней зарядки, да скольки процентов вы его зарядили перед тем, как снять зарядки. А также здесь можно узнать общее время работы смартфона с последней зарядки. А если нажать на график режима работы аккумулятора, то мы увидим, что он разделен по дням, и на каждом дне написано, какое количество часов экрана он проработал. И также тут есть информация, на сколько процентов сел аккумулятор смартфона за этот день. На мой взгляд, очень удобно, что оставили возможность посмотреть общее время работы смартфона, и в то же время сделали так, что можно посмотреть подробную информацию о каждом дне отдельно. Также еще добавили один интересный и полезный пункт – это сведения об аккумуляторе. Зайдя в него, мы увидим три пункта – состояние аккумулятора, уровень заряд батареи и, самое главное, емкость аккумулятора. Именно пункт «Емкость аккумулятора» должен со временем нам показывать, насколько деградировал наш аккумулятор и сколько полезной емкости у него осталось. Ну и еще одна прикольная фишка. Если нажать несколько раз на версию андроида, надавить долгим тапом на анимированный логотип андроид 14, то мы увидим вот такую картину. Космический корабль, в виде которого сделан логотип андроида, ускоряется и появляется вот такая вот интересная игрушка. Или это не игра? Ну в общем, если кто разобрался, пожалуйста, напишите в комментариях, что это такое, как мне играть, если это игра. Да, и не забывай подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить вторую часть видео про фишки One UI 6.0. Ну а на этом все. Всем в любви, мира, добра, здоровья. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok